МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я бы сказала, это очередная поездка, но это был на сей раз молодежный проект. И назывался этот проект, мягко говоря, странно. Назывался проект «Встретимся на кладбище». В чем дело, где и кто будет встречаться, и почему на кладбище? Да, такое название, очень необычное, с какой-то стороны креативное название. Был специально придуман такой проект, чтобы увлечь молодежь патриотической работой, чтобы как-то донести до него многие исторические сведения. А как это сделать? То есть путь лекционной работы... Это уже неинтересно. Молодежь уже неинтересна. Молодежь это не будет слушать. Сейчас нужны какие-то новые другие подходы. И я так подумал, почему бы нашу тверскую молодежь не увлечь таким необычным путешествием на исторические кладбища Севастополя. То есть это же так интересно, да? Дело в том, что нам, жителям Тверской земли, Твери, как-то это сложно представить. У нас не сохранились, к сожалению, исторические кладбища, на которых были похоронены очень известные люди. Вот Волынское кладбище, Смоленское кладбище, кладбище Неополимой Купины, в центре Твери было кладбище. Они, к сожалению, у нас в Твери уничтожены за годы советской власти. А вот во многих городах Москва, Петербург, а в том числе и Севастополь исторические кладбища сохранились, где похоронены известные основатели города, защитники города, адмиралы, генералы, о которых поют песни, пишут книги, где сохранились памятники, которые являются произведением архитектуры, произведением искусства. И вот путешествие по таким кладбищам, на которых, тем более, похоронены тверские защитники Севастополя, мне показалось, что это будет интересно. Это увлечет молодежь, поможет ей погрузиться в тему, изучить биографии этих людей и поднять свой и культурный уровень, и исторический уровень. И самое главное, то, что мы называем таким заштампованным словом патриотической работы, то есть это живая патриотическая работа на месте в городе-герое Севастополе, когда человек может прийти на кладбище и посмотреть. Вот здесь лежат те люди, наши с вами земляки, которые отдали свои жизни за Отечество, за город Севастополь. И я уверен, что после такого путешествия в душе каждого молодого человека, кто там побывает, след определенный останется. В этот первый проект кому посчастливилось стать участником этой поездки? Это студенты колледжа. Да, ну, дело в том, что вот этот проект был поддержан фондом президентских грантов, который в этом названии не увидел ничего крамольного, и наоборот, это название выдвинул на соискателя лауреата премии, и мы получили эту премию. И у нас была такая задумка, в Севастополе очень много осталось таких следов от Тверского присутствия. Это здания, построенные Тверскими архитекторами, это памятники Тверским героям, это название улиц, в Севастополе 12 улиц носят имена Тверских героев, это два учебных заведения носят имена Тверских героев, и, конечно же, огромное количество могил Тверских героев. И была такая задумка все это отснять профессиональными фотографами и сделать потом в Твери такую фотовыставку, чтобы уже тверичам показать, как наши уроженцы Тверского края прославились в этом городе. И мы в эту поездку пригласили студентов одного Тверского колледжа, которые как раз и обучаются по профессии фотографа. И вот несколько человек, три юноши, которые уже заканчивают этот колледж по профессии фотодела, побывали в Севастополе, отсняли все объекты, связанные с историей Тверского края, прошли экскурсии, попутешествовали по Севастополю, посетили несколько музеев, и вот побывали в такой удивительной поездке. Это, я скажу, что Тверской промышленно-экономический колледж, и называется у них нет факультета, у них отделение творческих специальностей, техника и искусство фотографий. Мы так по условию называем. Да, вот, кстати, с ребятами мы пересекались, они очень довольны, сказали, что они еще больше укрепились в выбранной профессии. Тем более, что там было очень много настоящих встреч, и они выступили еще как ведущие будущего документального фильма. Да, мы еще в Севастополе сняли один документальный фильм, он называется «Улица героев». В Севастополе есть одна улица, сейчас она, к сожалению, называется улица Советская, когда-то она называлась улица Чесменская, и там на каждом шагу Тверское присутствие. И мы прошли от начала этой улицы до ее окончания, и через каждые 50 метров либо дом, связанный с историей Тверской земли, либо памятник, либо еще какой-то объект, посвященный Тверским героям. И вот об истории одной улицы, тесно переплетенной с историей Твери, будет такой фильм. А вот ребятам, конечно же, очень было интересно, чисто даже профессионально, как будущим фотографам, побывать в Севастополе, ведь свет другой в Севастополе, то есть небо другое, отличное от Тверской земли. И море дает свой оттенок. И вот, наверное, очень интересный опыт взаимодействия вот этих цветов, этих красок, этого света южного. Мне кажется, им даже просто чисто профессионально было интересно именно поработать в таком свете, потому что, ну, фотограф смотрит на мир немножко по-другому, чем смотрим на него мы. Да, 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 это уже взгляд человека искусства, что называется. Да, чисто. Я знаю, что отец Роман был очень много встреч, были и толстовские чтения у вас, были и встречи в Севастопольской больнице, где вы награждали наградами, да, местных сестер Милосердия. Да, у нас в Твере эта награда среди медиков очень известна, популярна. Это медаль общественного признания сестра Милосердия Екатерины Бакуниной, которая вручается торжественно в Твери лучшим медицинским сестрам. И вот тоже в эту поездку мы по договоренности с руководством 5-й городской больницы города Севастополь наградили двух медицинских сестер, лучших медицинских сестер, заслуженных медицинских сестер этой больницы вот этой медалью. И самое главное, что наши студенты, молодежь присутствовала на таком мероприятии и посмотрела о том, как медаль тверской женщины, да, как она ценится в Севастополе, и вот как тверская слава, в том числе и в медицине, проявляется в этом городе. Отец Роман, уже столько встреч, наверное, укрепляются из года в год, да, дружественные связи, в основном там встречают, очень тепло. Знаете, вот мы ездим в Севастополь ежегодно с 2014 года, как Севастополь вновь вернулся в состав Российской Федерации. Но до этого еще я был несколько раз в Севастополе во время его вхождения в состав Украины. И вот действительно настолько появилось много знакомых краеведов, музейных работников в образовательной сфере, что я скажу честно, что про Севастополь, просто вот так вот, если я пройду по Севастополю, наша тверская группа, мы постоянно встречали каких-то людей, которые нас знают. Вот, и укрыться там невозможно. И вот эта уже тема, Тверской Севастополь, которым мы занимаемся несколько лет, она уже нашла свой отклик и понимание, и знание именно уже в Севастополе. И всегда, когда мы приезжаем, нам говорит отец Роман, какие новые имена открытые тверских защитников или каких-то видных деятелей, прославившиеся в Севастополе, вы нам привезли в этот раз. И всегда есть у вас стимул для развития, для открытия нового. Что на следующий год? Я знаю, что вот этим вашим очередным визитом ничего не заканчивается. Ну, дело в том, что мы вот в этом году нашли еще одно имя, которое прославило Севастополь, связанное с Тверской землей. Это уроженец Вышнего Волочка, архитектор Виктор Петрович Петропавловский, который построил практически все значимые объекты в Севастополе. Вот так получилось, что после Великой Отечественной войны он молодым архитектором, выпускником Московского архитектурного института приехал в этот город, и ему поручали все знаковые объекты, которые он строил, восстанавливал. И у нас на следующий год такая задумка открыть мемориальную доску этому человеку. В эту поездку мы нашли могилу Виктора Петровича Петропавловского на Севастопольском кладбище. И будем в следующем году устанавливать памятную доску на одном из зданий, которое он построил. В следующем году уже в Тверь приедет делегация севастопольского молодежи. И у нас будут молодежные бакунинские чтения в усадьбе Екатерины Бакуниной. И вот такая связь Твери и Севастополя, я думаю, что такими общественными проектами будет только укрепляться и поддерживаться. Спасибо огромное за участие в программе. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был протеерей Роман Манилов, директор фонда Екатерины Бакуниной, председатель отдела культуры Тверской епархии, член общественной палаты города Твери. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Будьте здоровы.